Друзья, приветствую! Решил записать для вас небольшое видео Показать видеоинструкцию Как пользоваться таким простым инструментом Простым, но достаточно эффективным Для измерения одного из основных параметров Масел это вязкость Например, в автоспорте Это ключевой параметр Это у нас оригинал Это у нас, скажем так, реплика Которую я сделал И давайте Вернее, я вам покажу Как реплика получилась Посмотрите, какая Отполирована отлично Все сделано По мат-модели Даже здесь оптимизировано Чуть-чуть Здесь углы заглажены по сравнению с оригиналом Чтобы удобнее было мыть Значит Эту я не буду пачкать Давайте я на оригинале покажу Первым делом Самое важное Образцы В данном случае я нашел От одного из подписчиков образцы Я их проверял Вольксваген Образцы должны быть одинаковой температуры Нельзя измерять разной температуры То есть если только взяли из мотора пробу Нельзя сравнивать Температура напрямую Связана с вязкостью Поэтому надо постоять Чтобы образцы постояли Хотя бы несколько часов рядышком Вот так Вот для сравнивания температуры Далее Выбираем любую емкость Вот эту большую И наливаем туда масло До того момента Как масло потечет в соседнюю Это такие переливные отверстия Которые регулируют уровень заполнения первой емкости Чтобы одинаковый уровень был В одной и в другой Значит сделаны вот такие переливные Чтобы не отмерять образец Там шприцем например Значит все Видите Уровень в двух Значит так я это уберу Уровень в двух емкостях одинаковый Ну и следующим этапом Значит нажимаем пальцем слева Достаточно так уверенно Поднимайте здесь Сейчас я покажу Вот видите Эта плоскость На нее надо Лежит изначально на этом Надо поставить на вот эту Скошенную грань Ставим И ждем пока Образец Свежего Пока образец Свежий образец Не достигнет линии стоп Именно свежий Все Вот он достиг линии стоп И опускаем Далее отслеживаем До какого уровня Доехал Образец Отработки Вот видим В данном случае Мы видим что есть Некоторое Загущение Отработки Относительно свежего Масло Загущено Вот Значит О чем Говорят Загущение Разжижение В этом же видео Чуть позже Покажу Далее Второй Важный момент Перед повторным Использованием Значит Линейка должна быть Максимально Хорошо очищена Я использую Вот такие Одноразовые Пипетки Откачиваю Отсюда масло Далее Беру вот Бумажное полотенце Можно салфетки брать Или бумаги туалетные Немножко Хорошенько Насухо Хорошенько промакиваю Убираю Остатки Масла Далее Используя Ферри И вот Такую губку Без Без Абразива Такую И вот еще У меня второй Экземпляр Для Промывания Именно Полостей Вот Причем Значит Под теплой водой Пена Чтобы пена Выходила Из отверстия Тщательно промываю Чтобы промывалось И отверстие Внутри Значит Хорошо Обезжиривает Ферри Далее Опять берем Бумажку Продуваем Можно дунуть Сюда хорошенько Чтобы продуть Отверстие Чтобы там Вода Не оставалась И в дальнейшем Протираем Салфеткой Насухо После этого Можно повторно Использовать Линейку Для повторных Тестов Если плохо Помыли Плохо Например Одной Одной Из желобков Там осталось Немного масла То может Это повлиять На итоговый результат То есть Одно из масел Может потечь Быстрее Чуть-чуть Надеюсь Всем это понятно Вот Такая Несложная Инструкция Далее Я покажу Примеры Загущений Обычно Если образец Нормальный В нем Присутствует Небольшое Разжижение То есть Отработка Легче бежит Чем свежее Она Опережает Примерно Это предельное Расстояние Для разжижения Это предельное Расстояние Для загущения Видите Здесь Для загущения Загущение Более опасно Поэтому Здесь даже И Вот это Поле Оно покороче Поле разжижения Значит Обычно В городе При городской Эксплуатации Разжижение Чаще всего В районе 20 Ну максимум 25% Летом Зимой Это может Доходить До Третий Там 35-30-35% Если масло Разжижилось Полностью Ну можно взять Какую-нибудь Я не знаю Палочку Очертить Вот Или линейкой Вот это Расстояние Разделить На три части Значит Две Это будет Зеленое Поле А треть Это будет Желтый Ну и оценивать По крайней мере Так Подводя Вот эту Риску Видите Потому что Линейка лежит И все равно Ну масло По инерции Стекает Чуть Чуть Чтобы Это компенсировать Мы И смотрим Например Какая Примерно Плюс-минус Разница Если Масло Значит Перебежало Если свежее Остановилось Здесь А Отработка Убежала За предельную Риску Значит Масло Очень сильно Разжижено Вот Рекомендуется Его поменять Потому что Сильно Разжиженное Масло Как правило Это Разбавление Топливом Топливо Влияет на Температуру Вспышки Температура Вспышки Критическое Для масла Считается 150 градусов То есть Я вот Думал Почему 150 И у меня Есть такая Идея Предположение Что На 150 Градусах Грубо говоря Масло Уже может В зоне Например Турбины Воспламениться Вот Если Будет Сильно Разбавлено Топливом И возможно Даже Из-за этого Есть Такое Явление У дизелей Двигатель Пошел В разнос То есть Погнала Турбина Масла И Оно Вспламеняется А топливо Туда попадает Ну и Может Я в этом Ошибаюсь Но Такое Как предположение Значит Особенно Актуально Разжижение Для Машин С прямым Впрыском Гибриды Подвержены Значит По загущению Загущение У нас Небольшое Загущение Может Говорить О том Что ЕГР Не работает Или Отключен Большое Загущение Основные Две Причины Это Приличный Перекат В районе Там 450 И более Моточасов На масле Может Загуститься То есть Моечные Нейтрализующие Свойства Масла Сработались И масло Уже Не сопротивляется И в нем Образуется Нерастворимые Всякие Соединения Которые Загущают Масло И вот Они Опасны Они Лачат Мотор Забивают Кольца Залегают Из-за Этого Кольца Вот И вторая Основная Причина Это Превышение Рабочей Температуры Камера Сгорания Обычное Превышение Это Происходит Из-за Бедной Смеси То есть Недостаточно Топлива По какой-то Причине Форсунка Забитая Или Она неправильно Льет Нету Эффективного Распыла Значит Температура В камере Сгорания Топливо Не только Участвует В окислительном Процессе С выделением Большим Тепла Но еще И охлаждает Камеру Сгорания После каждого Цикла Значит После каждой Вспышки Порция Топлива Эффективно Гасит Температуру Если топлива Недостаточно Температура Хуже Гасится И Есть Повышение Температуры И Из масла Выпариваются Легкие Фракции Оно загущает Тут Смотрим Значит Работу Топливной Почему так Произошло Может быть Какой-то Датчик Подбирает Датчик Массового Расхода Воздуха Или еще Что-нибудь Такие Датчики То есть Вот такой Момент Опять же Для автомобиля Актуально С газобаллонным Оборудованием Небольшая Некорректная Настройка Например Забеднили Смесь И масло Загущается Значит Небольшой Если Можно На это В принципе Сильного Влияния Ну Как бы Внимание Не обращать Но Если Загущение Серьезное То Как бы Для мотора Это не очень Хорошо Решил Показать Вам Некоторые Примеры Измерения Вязкости Вот Так Выглядит Идеальная Работа Мотора Вязкость Не изменилась Это У нас Масло Лукойл Дизельный Landcruiser 200 Следующий Пример Небольшое Разжижение Типичные Условия Эксплуатации Городская Эксплуатация Холодных Стартов Небольшое Разжижение До 20-25% Максимального Это Уже Повыше Разжижение Здесь Больше Топлива В масле Видите Здесь В районе 40% Здесь Или Больше Льют Форсунки Или Зимняя Эксплуатация Более Холодные Прогревы И Более Богатая Смесь Пример Сильного Разжижения Очень Это Прямые Моторы Особенно Страдают Мазда Sky Активы Вот Видите Предельная Уже Достигнута Я считаю Что масло На замену Вот Интересный Образец 16,5 тысяч Км На масле По Москве Масло Перекатано Несмотря На то Что это Дизельный Автомобиль Видите Какое Загущение То есть Однозначно Это Перекат Масла Далее Интересный Вариант Motul 300V Из Infiniti Владелец Проехал На нем 470 Моточасов Прогноз Был 233 Соответственно Перекат 238 Масло Загустело Разжижение Из мотоцикла Мотоцикл BMW 1200 Пробег Вроде Небольшой Но Вот Смотрите Как Масло Разжижилось Мотоциклы Частично Чаще всего Страдают Этим Интересный Образец Владелец Присыл Два Разных Масла Я подумал Даже Что они Из разных Автомобилей Но Одно Было С загущением Другое С небольшим Разжижением Стали Разбираться Выяснили Что Скорее Частичная Замена Масла Дилером И Вот Еще Один Пример Тоже Можно Определять Подделку Спектр Показал Что Масло Не Мобил 1 ЕСП Я Проверил На Линейке Результат Сами Видите Сильная Разница По Сравнению С Оригинал Основные Моменты По По Этому Инструменту Значит Такие Реплики В наличии Есть Можно Можно Заказать Ну И Я Думаю Что Впоследствии Будет Интересно Кто Как Будет Применять Можно Измерять Не Только Моторные Масла Можно Измерять Трансмиссионные Всякие АТФ Они Кстати Тоже Бывают И Загущаются И Для Них Даже Есть Пределы По Загущению И По Разжижению То Есть Этот Момент Тоже Можно Контролировать Хуже Не Будет Повторюсь Параметр Один Из Ключевых Вязкость Поэтому Лучше За Ним Следить Вот Инструмент Простой Но Полезный Вот Заставочки Я вам Покажу Это Официальный Инструмент Мобила Мобил Продает Такие Комплекты Вот Судовым Механикам Значит Очень Полезен Ну И Вообще Эксплуатантам Кто Эксплуатирует Технику И Контролировать Состояние Масла Достаточно Много Можно Сказать По По Вязкости По Изменению О Масле Считаю Полезным И Важным Благодарю Всех Кто Посмотрел Данное Видео Пишите Комментарии Всем Желаю Удачи Здоровья Берегите Себя И Близких Увидимся В Следующих Видео Пока Продолжение следует